Первые впечатления просто шикарные. Планка, она не становится ниже. Мы опирались на стандарты УИФА. Одни из самых дорогих. 20 тысяч долларов. Полтора миллиона долларов. Более 1 миллиарда тенге уходит на 250 тысяч долларов. Футбольный клуб Кайра тратил на содержание в Балинина. Давление нормальное. Друзья мои, всем привет. С вами Данил Архизметов и это Дневники Кайратов. В этом выпуске мы расскажем вам, сколько стоит содержать самую лучшую футбольную базу в Казахстане. Поехали. Евгений, добрый день. Спасибо большое, что уделили нам время, чтобы поговорить с вами о цифрах. Даник, приветствую. Давно не виделись. Да. На самом деле мы с Джекой давно знакомы. Да, просто видео официально, поэтому вот так начал. Евгений, подскажи, пожалуйста, мы в этом выпуске говорим о всех затратах. В цифрах, именно база футбольного клуба Кайрат, в цифрах, сколько уходит денег на содержание базы ежемесячно, может быть ежегодно, ежеквартально. Как у вас там почитывается? В первую очередь хочу сказать о том, что, как все наши болельщики знают, любой человек, который посещает базу, она очень высокого уровня. И поддержание такого объекта на таком уровне требует определенных затрат, инвестиций ежегодных, ежемесячных. Поэтому, я думаю, каждый, кто приходит сюда, видит, что планка не становится ниже. То есть на высоком уровне все поддерживается. Как вы знаете, на Центральном стадионе в Алматы самое лучшее поле в Казахстане. Ему нет просто аналогов и ни одно поле в Казахстане не может догнать его по качествию. Виктор, добрый день. Здравствуйте. Во-первых, я хочу вас поблагодарить от лица всех футболистов, от лица всех болельщиков за то идеальное поле, которое у нас на Центральном стадионе в городе Алматы. Но сегодня мы хотим рассказать всем вам, друзья, насколько дорого это содержать, как построить такое качественное поле и сколько стоит обслуживание в месяц, в год. Я не знаю, как правильно подсчитывается. Ну, знаете как, я говорю, что хорошие поля стоят на трех китах, таких, да, как земля. Первое – это правильное строительство. Второе – это наличие правильной техники и материала для обслуживания. И третье – это хорошая команда. Друзья, мы продолжаем наш челлендж-кап. Давайте посмотрим на турнирую таблицу после первого задания. Все, вот так она выглядит. А теперь переходим ко второму заданию. Поехали. Зашел, зашел. Друзья, мы находимся в медицинском блоке на базе футбольного клуба «Кайрат». И сейчас подробнее обо всем медицинском оборудовании нам расскажет врач команды Туралиев доставник. Давление нормальное. 110 на 70. А почему мы измерили давление мне заранее? Потому что мы сейчас будем как раз таки обсуждать цены. Сколько стоит это оборудование и сколько стоит это обслуживание. Да? Хорошо. Давайте. Ну, рассказывайте, что у нас здесь. Давайте начнем с этой зоны. Давайте. У нас медицинский блок поделен на четыре части. Тут первая часть – это где мы сами сидим. Как спортсмен к нам на базу заходит, мы сразу же начинаем первый осмотр, их необщее состояние. И потом уже отсюда начинается вся наша работа. Если так говорить про цифры, то есть мы считаем по затратам на футболиста, те футболисты, которые здесь тренируются. Это основная команда, у нас 25-29 игроков. В среднем в месяц на футболиста с учетом полного обеспечения, содержания его, то есть оно обходится нам больше трех миллионов тенге. То есть помимо еще этого и затраты коммунальные, то есть содержание непосредственно ремонтных работ. Ну то есть это все, еще дополнительные средства выделяются на это, если в целом говорить. То есть бюджет АХД, то есть это по информации моих коллег финансового блока, более чем полутора миллиона долларов, то есть он обходится нам. Это с учетом опять же затрат на поля, заработную плату всех работников. То есть большой штат здесь работает, кухня работает, которые две команды кормят. Ну да, потому что здесь и сборная Казахстана проводит свои сборы. Я думаю, теперь они чаще будут проводить, потому что до этого они где-то, по-моему, в Толгаре, да? Ну да, у них база есть своя, но в этот раз они решили провести сбор у нас. Я думаю, что они в хороших условиях провели УТС, как бы у них не уступаем. Ну да, но главный тренер сборной, по-моему, и сказал, что уровень все-таки игры повышается. Уровень – это новый этап, значит, нужны новые условия для подготовки, чтобы быть готовым там. И я думаю, база футбольного куба карата… Да, она соответствует всем требованиям международным, как сказали, тренер оценил это, вот это стоимость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В УЕФА есть такой протокол, он называется «Уход за натуральным футбольным полем». И там для компаний, которые строят поля, там очень хорошо показан пирог поля, как он должен выглядеть. То есть начальная стадия уровня котлована, дренаж, подогрев, система полива, уже верхний слой, как он должен быть. Когда мы строили эти поля, мы опирались на стандарты УЕФА. То есть это общедоступно? Да, общедоступно. И не знаю, почему-то в Казахстане, когда строят и новые поля, на это не смотрят, да, а строят по каким-то стандартам, там, 50-х еще годов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Магнитные аппараты. У нас две магнитных аппараты. Это первое, БТЛ-овский аппарат, это низкочастотный магнит и потом высокочастотный магнит. Для чего они? Они в основном на костную структуру и потом на суставы. В основном после травмы мы их используем. По цене БТЛ-аппарата магнит низкочастотный, она стоит где-то 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов. И второй, который? Второй высокочастотный аппарат, это стоит 35 тысяч долларов. Так, а обслуживание сколько обходится? У них в первую очередь слетают катушки, поэтому мы их меняем катушки. Катушки каждые по 7 тысяч долларов. Каждый, вот еще по 7 тысяч долларов. Да, и бывает так, мы 2-3 раза их меняем. Детский магнитный аппарат, мы их пользуемся в основном в академии, но у нас академские пацаны тоже иногда приходят, поэтому это аппарат самый низкочастотный. Магнитный аппарат тоже самый. А цена сразу? Цена 4 тысяч долларов. Бара-камера. Мы их пользуемся, когда пацаны восстанавливаются. Спортсмен после игры, после тренировки. Это полностью организм насечает кислородом. Таким образом организм полностью восстанавливается. Этот аппарат примерно стоит по цене 20 тысяч долларов. Тут надо еще кислород, тут еще надо фильтра менять, поэтому обслуживание примерно с кислородом, с фильтрами, где-то 7 тысяч долларов. Год около 7 тысяч долларов обслуживания. Ну и 29 игроков по 3 миллиона в месяц, это примерно 87 миллионов тенге в месяц. Правильно? За 10 месяцев это 870 миллионов. И еще плюс 170. Ну пожалуйста, Джека помогает. Ну да, если здесь примерно сказать, что там простое, мы же берем затраты еще те, когда команда там уезжает, приезжает. То есть это примерно средние цифры. У нас же помимо еще объекта, Бесагаш еще есть объекты детской академии. У нас на балансе, да, еще с академией Сигизбаева, академия Квочкина, академия Кахливанидиев на той же базе. Академия Сигизбаева у нас тоже есть поле с естественным покрытием. И оно тоже стоит значительных затрат, то есть обеспечиваются те же семена, штат людей, которые за этим следить. Интернат Академии, интернат Сигизбаева, где у нас проживает, у нас сейчас до 50 воспитанников проживает. То есть в целом тренируется 120 детей, если в круговую даже сказать. То есть у нас сейчас по последним цифрам у нас 830 детей, именно которые на наших трех объектах занимаются, не считая объект Бесагаш. И то есть опять же, если мы считаем затраты какие-то, допустим, зарплаты обслуживающего персонала, кухни, закупка продуктов, то есть они централизованы все. У нас эта система налажена через контроль, финансовые службы, через мониторинг все это проходит. И соответственно обеспечивается каждый объект отдельно. Поэтому те цифры, которые наши коллеги сейчас рассчитали на сегодняшний день, вот это ситуация по именно базе Бесагаш. Больше трех миллионов тенге на одного футболиста. Да, ну это все равно ты говоришь так, потом люди что посидели и считали, а я хожу все равно в год. То есть в год примерно один миллиард тенге, более одного миллиарда тенге уходит на содержание только базы, как мы с тобой посчитали? Ну, можно об этом говорить, да, то есть с учетом ресурса людей, которые здесь работают, да, однозначно. А если включить еще все академии юношеские и детские, тогда примерно в два раза увеличивается цена. Ну, примерно, да, то есть все-таки нужно сказать, что Бесагаш это самый затратный объект для клуба. Здорово! 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 Ау, у тебя фигурки забывает. наши поля вот эти вот на базе построены были в пятнадцатом году построила иностранная компания я курировал это строительство все это выходит порядка там не меньше 1 миллиона долларов за одно поле ну что поле с подогревом там системой верхней стабилизации грунта у нас здесь верхний слой песок построен по технологии файбер сент то есть песок смешан с такими волокнами пластиковыми никогда корни прорастает она не выбивается то есть вы не можете выбить вот это чтобы улетали куски но такие поля требуют тщательного ухода то есть раз два года они полностью срезается ну что откладывается органический слой и уже этот файбер сент перестает работать то есть его нужно обновлять раз год там в англии обновляет каждый год у нас здесь массажная зона тут у нас массажисты работают основном после игры или день восстановления они делают полностью массаж на весь организм массажное кресло у нас универсальные массажные кресла они 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 стоят каждый по 2000 долларов тут дальше физиозона начинается тут работаем врачи мы и физиотерапевт во время травмы мы делаем физи аппаратами всякую процедуру это первое это у нас лимфодренажный аппарат ну ими пользуются пацаны основном после нагрузки лимфодренажный тема это с ноги гоним лимфу таким образом нога у нас восстанавливается выводится все токсины вводится лактат и восстановление очень хорошо проходит сам аппарат сколько сам аппарат стоит общий 14 тысяч долларов где-то плюс замена штанов два раза в год мы стабильно их меняем каждая пара штанов сто четыре тысячи семь тысяч долларов еще столько же два раза в год до тут аппарат бы ты лавский трехкомпонентный она имеется можно подключить к лазеру можно подключить к магниту можно подключить ультразвуку тут часто меняем ультразвуковую аппаратуру и плюс меняем лазерные насадки она где-то три раза в год меняется по цене бутылевский аппарат мульти девять тысяч долларов стоит плюс обслуживание каждая насадка 700 долларов высокочастотный лазер германский аппарат зиммер но это как бы у нас самый дорогой из этих аппаратов чисто признаться аппарат стоит 25 миллионов тенге тут тоже меняется основном лазерные насадки каждая лазерная насадка если честно где-то по 3000 долларов каждый когда вы менять год два раза аппарат для нагревания это аппарат называется т.к. аппарат глобус ну цена комплекте она будет стоить где-то 5000 долларов да тут у нас меняется насадки каждый провод где-то 500 600 долларов кстати вот фабинаут это один из самых вам казалось что это просто коробочка в которой загорается квадратики и футболисты тренируют свою четкость но оказывается там есть подписка ежемесячная просто мало того построить эту коробку да по тем стандартам которые нужно построить так что есть подписка который стоит в месяц да очень дорогая дорогое устройство которое было построено за большие деньги ресурсы и подписка ну она больше десяти тысяч долларов стоит месяц и соответственно то есть это все ложится на клуб все это инвестиции со стороны клуба со стороны президента коррестайте который именно вкладывал в инфраструктуру очень хорошо что мы разговариваем о цифрах потому что я примерно вспоминая статьи когда государство но в основном на же все клубы государственные когда они тоже выделяют бюджет и это условно говоря там был миллиард тенге на команду в какие-то годы я не помню то есть этого даже миллиарда хватило бы только чтобы содержать базу не говорите да совсем других вещах да то есть как о каком развитии детских и мужских академий говорить если денег столько не хватает и самый главный вопрос я забыл спросить трава какого вида трава какого сорта должна быть чтобы вот был идеально только футбольный газон смотрите для футбола используется два вида травы это мятлик луговой и райграсс пастбищный так мятлик луговой и райграсс пастбищный почему комбинация этих двух видов травы потому что мятлик луговой он когда вырастает он имеет очень сильную корневую систему которую очень тяжело разорвать но его минус том что у него очень мелкие семена и они очень долго выращивают то чтобы его вырастить и сформировать полноценный газон нужен где-то год только через год он начинает очень сильно укреплять свою корневую систему райграсс же применяется здесь потому что он быстро растет и что мы условно там сделали быстрое поле мы съем комбинацию 50 на 50 этих семян то есть уже у нас есть покрытие зеленые то есть у нас уже есть трава но мятлик еще не полностью сформировался и за счет райграсса мы можем играть уже в футбол но там через год она уже намного сильнее станет и при правильном уходе там поля эти могут 10-20 лет там существовать в казахстане очень часто сеет овсяницу она очень дешевая ну по сравнению с мятликом там килограмм мятлика лугового стоит порядка 12 долларов за килограмм овсяница 3 доллара за килограмм поэтому дорогие семена никто и не покупает потому что это дорого овсяница она осенью начинает краснеть желтеть независимости от ухода а видите у нас сейчас уже осень а поле изумрудно-зеленого цвета скажем да потрясающе но то что друзья уважаемые все те я уверен очень много людей посмотрит это выпуск те кто следит за полями особенно допустим те кто на стадионах работает главных команд который играет казахстанской премьер-лиги пожалуйста не экономьте на семенах пожалуйста выбирайте тот самый вид травы для того чтобы у вас было мощное поле следующий кабинет у нас кабинет микрохирургии давайте зайдем и посмотрим на вот пожалуйста отдельно похоже на больницу отдельная кушетка и все у нас инструменты которые для швей вот здесь шить иголки иглодержатели все тут у нас есть аппарат для пирпи это аппарат для плазмы центрифуга она стоит где-то 88 тысяч долларов но мы берем кровь и отдельно отделяем плазму на этом аппарате это называется центрифуга и делаем плазму на на суставы делаем плазму на мышцы делаем на связке это холодильник и плюс она как автоклаб работает для обезваживания что есть аппараты лекарства различного рода да у нас другой кабинет это кабинет процедурный мы там делаем инъекции там делаем и даем таблетки и плюс компрессы все там у нас основном ромаша рабочий кабинет это процедурный кабинет медицинский процедурный кабинет заходим пожалуйста так еще одни массажные кресла у нас здесь некоторые лекарства хранятся холодильнике основном шкафах и здесь делаем всякие процедуры уколы инъекции таблетки даем компрессы делаем и я смотрю игроков тоже происходит здесь пойдемте дальше вот у нас один такой воспитанник с академии здорово как дела заходи сейчас подойду хорошо он на процедуру наши дети воспитанники академии тоже пользуются всем этим всей этой инфраструктуры всеми этими условиями то есть у нас есть связь четкая между академии первой командой то есть очень часто у нас дети приезжают сюда в академии здесь проводятся какие-то открытые тренировки мероприятия то есть очень большая интеграция детей старшего возраста которые переходят команду кайража старт который как раз таки здесь на базе находится играют первой лиги тоже самая молодая команда молодежная в вообще в целом команда первой лиги хороший результат в этом году показала очень много стажировок даже могу сказать в данный момент наш тренер тимур косымов находится в академии аякса он проходит двух трехдневную стажировку то есть в рамках программы европейской клубной ассоциации и благодаря руководству его командировала он сейчас обучается и приедет и соответственно будет уже передавать знания другим тренером более того в восемнадцатом году интересный проект я думаю тоже многие знают что у нас был реализован с университетом лейпцига в том числе с команды red bull лейпциг то есть до того момента когда она стала так широко известна и популярна мы туда ездили и не пробились не очень когда так много болельщиков не появилась команды у нас вот и до обучалась то есть 10 12 тренеров есть в тот момент германию более 40 тренеров пошли обучение здесь приезжали более 10 экспертов из германии то есть это все за счет было реализовано частных инвестиций со стороны и расставить а а а а а а а а Друзья, прямо сейчас возле меня Воронин Владимир Юрьевич, это главный врач юношеской сборной России по футболу, которая приехала сюда на базу тоже тренироваться, проводить свой УТС. Ну, Владимир Юрьевич, расскажите, как вам база футбольного клуба? Мы только приехали сегодня утром, ночью в дороге, но первые впечатления просто шикарные. База, я говорю, производит впечатление. И отношения к нам все, пожалуйста. Я говорю, все, пожалуйста, все в ваших, это и криосауны, и всякие физио, просто у меня, я говорю, слов нет, очень здорово. Питание правильное, я говорю, шикарное поле. Ну, просто вообще... Завидно, что у вас хороший база. Не ожидали, да, хотел сказать. Для ухода за всеми футбольными, натуральными футбольными полями структуры Кайрат, да, у нас на базе три натуральных поля. На Сегизбаева одно и на Квочкино одно. В начале вот строительства, когда базу строили, закупили всю технику, потому что в Кайрате практически ничего не было. До этого было две газонокосилки таких, не то не профессиональных, а садовых, и было потрачено около миллиона долларов на всю технику. То есть еще около миллиона долларов. Так, миллион долларов построить поле, и еще миллион долларов закупить технику. Но в каком году закупали это? В 2015. Да, то есть уже 7 лет эта техника, да, исправный год. Уже 8 сезонов. 8. 8 сезонов, получается, мы отработали. Тут самое интересное, антигравитационный тридмил. Спортсмен только начинает восстановление. Начинаем с этого. Первый бег у них на тренажере антигравити. Это пользуется после травмы, чтобы не нагрузить ни колено, ни гальностоп, ни мышцы. Примерно спортсмен находится на его. А сколько стоит? Ну, аппарат сам стоит где-то 25 тысяч долларов. Плюс обслуживание, да. Тут обслуживается самая первая у них гельметичность, потому что воздух в постоянно жатом виде. И плюс у них шорты. Шорты бывают по размерам. Бывает XL, L-к размер, M-к размер и S-к размер. И они каждый год, мы по 3 штуки заказываем. Каждые шорты стоят по 3 тысячи долларов. Это техника и оборудование. То есть те же защитные покрытия сюда тоже входили для полей на зиму. А, условно говоря, как полотно такое защитное для того, чтобы зимой трава... Да, у нас канадские защитные покрытия. Одно, скажем, покрытие на одно поле, оно стоит примерно 40 тысяч долларов. Это специально, только одна фирма в мире делает именно такого типа покрытия, которые дышат. И можно на всю зиму закрывать, можно там на несколько недель закрывать, когда снега нет. И оно имеет такие серебряные волокна, которые условно даже без системы подогрева нагревают поле за счет солнечного света. То есть если у нас будет минус 1 на улице, мы накроем этим покрытием поле, то под покрывалом этим будет примерно плюс 19, плюс 20 градусов. А, да, да. То есть за счет, даже уже без системы подогрева, оно... Это специальная технология канадской фирмы разработана. И вот только одни. Плюс есть тоже еще другие типы покрытий, которые там в других моментах принимаются, применяются. Когда идет дождь там или снег, и нам нужно будет проводить игру, чтобы сберечь именно перед игрой поле. Буквально несколько дней назад у нас в Алматы был снег. Да, мы приходили, было очень холодно. И мы, кстати, замечали, что абсолютно все поля были накрыты данным полотом. У скольких клубов, ну, как бы, есть тоже такое оснащение? Я вам скажу, в Казахстане таких оснащений не одно. А бывает такое, что, допустим, с другого клуба, я понимаю, все-таки чемпионат, ну, все соперники, но в первую очередь мы же все коллеги, правильно? Да, сто процентов. А с другого клуба звонят, может быть, и говорят, можно там приехать на проверку что-то или нет? Можно, можно, да. Бывает такое, бывает. Бывает так, что частенько консультацию просят. Бывает иногда некоторые аппараты, чтобы подключить, да, попользоваться. Ну, мы по мере возможности стараемся помогать. На уход вообще по полям у нас в Кайрате уходит примерно 40-50 тысяч долларов на одно поле натуральное. То есть вот это уже там с зарплатами, с семенами, удобрением. Мы покупаем только, вот если мы говорим там о виде там мятлика однолетней, ой, мятлик луговой, то есть много сортов, многих фирм, да, выпускают. Мы покупаем самые лучшие, покупаем самые лучшие удобрения американские, покупаем тоже американские семена, потому что они, ну, в мире самые лучшие. Мы не можем себе позволить пользоваться чем-то хуже, потому что, ну, это уже будет влиять на качество. Так, вы сказали, у нас 3 и 4, да? Нет, у нас 5 натуральных полей, да. Плюс, скажем, до этого года Кайрат полностью занимался футбольным полем центрального стадиона. То есть полностью обеспечивал им. Да, то есть примерно, друзья, вот так 50 тысяч долларов на одно поле. Ну, около округленной С5, то 250 тысяч долларов футбольный клуб Кайрат тратил на содержание полей и на базе, и на центральном стадионе. Да, ну, все мы знаем, что клубы, скорее всего, тоже зарабатывают иногда на трансферах. Да, они выращивают юноши, которые такие мощные, потому что бывает, я смотрю, тоже в социальных сетях, есть такой 13-летнего пацана, уже подписали на будущее в виде его перспективы. То есть какие-то такие моменты, я думаю, скоро у нас тоже настанут, потому что все к этому идет. И вот как раз-таки тогда, мне кажется, казахстанские ребята, футболисты будут играть за рубежом. То есть условно даже для Ипциг, если мы имеем тесную связь, да, знакомство с ними, поскольку по обучению проходят наши тренера, то они могут заглянуть просто в нашу академию с учетом того, что в принципе построено все на одинаковой философии, да, и кого-нибудь сразу уже подписать на основную команду. Ну, мы стремимся к этому, да, то есть это, опять же, мы действуем, работаем в условиях конкурентной среды. Для этого нам нужно еще очень много работать и нашим тренерам, и воспитанникам, и нам, то есть для того, чтобы соответствовать этому уровню, чтобы мы, наши ребята, напрямую переходили в европейские клубы. Ну, уже есть первые прецеденты, вот есть первые успешные кейсы, так скажем, которые мы детям показываем, рассказываем, то есть как правильно к своей карьере относиться, правильно карьеру развивать, и мы уверены, что будут еще больше случаев перехода в хорошие клубы, и при этом клуб получит возврат инвестиций и сможет реинвестировать это в своих воспитанников, в свою академию, то есть поддерживать на должном уровне, еще более на высоком уровне. Поэтому такой процесс, маховик, который запустил Кайрат Саич, вот и… Все взаимосвязано. Все взаимосвязано абсолютно, вот, да, мы много где были в академии, вот вспоминали в 2018 году, один Никит Кайрат, один из тоже интересных выпусков в академии был, и сейчас уже эти ребята, они в главной команде, некоторые из них в национальной сборной, хотя прошло всего 4 года, когда мы там в комнатах не встречались, будили, вот, и принимали мяч, да, сразу мяч подкидывали, за 4 года научились мяч принимать, если в сонном состоянии научишься принимать, то в игре, конечно, научишься. Даниар тоже поработал, надо их подготовить, свой вклад нес. Нормально, зато смотрите, сколько уже играет. Знаете, я еще не учел коммунальные услуги, да, потому что сколько уходит на воду, и условно там энергоресурсы, которые вот зимой мы подогреваем поля, они прям очень-очень много требуют тепла, да, потому что нагреть, скажем, один гектар, это большие деньги. Я, честно, не в курсе, сколько там уходит на оплату, да, на оплату-заказ. Следующая у нас тестовая комната. Тестовая? Да, тестовая комната. В основном мы здесь проводим тесты. Мы здесь проводим после травмы, до травмы тесты. А что на этом аппарате-то проходит? На этом аппарате в основном делаем после травмы. Тут выявляем силу мышцы, амплитуду суставов и выносливость. Этот аппарат, ну, по цене она очень дорогая. По цене она где-то стоит 140-160 тысяч долларов. А служение, хоть здесь, может, не надо вкладываться каждый месяц? Ну, каждый месяц тут не надо вкладываться, но бывает так, иногда мы насадки меняем. Насадки у нас идут на колени, на руки, там, именно на ноги. Ну, потому что каждый раз, да. От зависимости, где получил травму и в каком месте. Ну, вы, как главный врач, вы, наверное, скорее всего, точно обратили внимание на медицинское оборудование, которое здесь. Как оно вам, насколько оно современное? Оно очень современное, оно отвечает самым последним, я говорю, разработкам. И Крио Сауна, и там, и магниты, и электро, и там, ну, просто вообще. Очень здорово. Я говорю, пока еще мало пользовались, вернее, еще совсем не пользовались. Только приехали. Да, только приехали, да. Первый обзор, я говорю, просто впечатлил. Есть, кто обучался в академии, играет не в хайрате, но в других клубах выступает тоже успешно. Да, отбор и процесс, это футбол, то есть все не могут, то есть каждый год выпускается 23-25 футболистов, все они не могут перейти в основную команду. То есть поэтому над их трудоустройством руководство работает, старается, да, определить, то есть найти контакт с другими клубами, помочь им в трудоустройстве в других клубах. Это правильно сказал, да, то есть очень много и в первой лиге, и в премьер-лиге сейчас, да, в командах очень много ребят играет, успешно играет, сборная вызывается. Поэтому мы этому только рады, мы радуемся за них. Кайрация их не бросает, да, все верно. Ну это не вся у нас, это там несколько единиц, которые я показал, там, не знаю, там условный пескователь. Сейчас он стоит, вот тот, который крайний, сейчас он стоит 60 тысяч долларов, но это опрыскиватель, тоже примерно, там, ну, чуть-чуть меньше цена, там, косилки специальные, да, вот эти косилки в этой фирме, они применяются на всех топовых стадионах мира. И без этих косилок нету хорошего поля. Туркестан закупил такого типа косилки, и на базе Федерации футбола есть тоже такие косилки. Больше в Казахстане таких косилок нет, а без них практически невозможно содержать поле, потому что все пользуются садовыми косилками, у которых нож крутится вот так, роторный, который мы привыкли все видеть дома, да. А это, там, барабанный нож, там, он срезает, как ножницами, там идет касание железо об железо, и у него принцип ножниц. Поэтому, ну, мы не стрессуем траву вот этими покосами, а когда мы косим обычными косилками, она рвется, белый, это неправильный уход. Да, и, а вот это что за штука такая? Это аэратор, то есть это самоходный аэратор, который делает дырки, да, аэрация, то есть делаются дырочки. Он плюс выравнивает, и за счет этих дырок попадает туда воздух, попадает уже вода лучше проходит, удобрения, все питательные вещества, и трава начинает лучше расти. И когда слишком уплотняется поле, после аэрации оно становится мягче. Ну, часто говорят, там, футболисты, что вот поле слишком твердое, да, там, или слишком мягкое, тоже там, но и за всем этим нужно следить. Так, Даке, ну что, пришли мы в зону сауна, да? Зону сауна, зона восстановления. Что есть? Сауна, финская или русская баня. Ну такая, да? Да. Как стандартная. И еще есть турецкий хамам. Турецкий хамам. И потом зона бассейна. Так, о! Вот этот бассейн, кстати, я видел, да, видел, как очень много людей здесь восстанавливают. Бассейн для восстановления, для тренировок и после тренировки тоже восстанавливается. Потом джакузи. Джакузи, да. Да. Зона релакс, как будто. Зона релакса, да, можно так сказать. И у нас самое главное, да? Самое главное – крио-сауна. Крио-сауна, да. Для тех, кто не знает, крио-сауна, если в обычных саунах мы греемся, то в крио-сауне мы замораживаемся, да? Можно сказать так. Заходите. Крио-сауна состоит из двух отсеков. Это первая подготовительная отсек. Вот здесь, да? Да. Потом основная зона. Минус тут 130 градусов. Минус 30 градусов. Зона рабочая, зона минус 114-110 градусов. Так, а сколько времени туда можно находиться-то? В подготовительной зоне 30 секунд. На рабочей зоне вообще рекомендуется 2-3 минуты, но на тренированный спортсмен можно стоять 5-6-7 минут. Так, а, дорогие, а сколько стоит тут такая крио-сауна? Крио-сауна у нас один из самых дорогих. То, что восстановительная, это 140 вообще было и потом, ну, около 200 тысяч. Доллара, да? Около 200 тысяч долларов стоит крио-сауна. А для чего вообще оно, то есть, для чего охлаждает вообще вот так организм? Организм охлаждает, лучше делать контрастный вид. Это сначала охлаждение, потом греть, охлаждение, потом греть. Это контрастный вид. И плюс она еще используется для укрепления иммунитета, для укрепления мышцы, для укрепления всего тела. Охлаждение это самое то. Отлично. Давайте, еще у нас есть контрастный бассейн. Могу тоже показать. Крио-сауна у нас халатаген и есть именно фрион. Они меняются каждый раз, год один-два раза меняем. Ихняя стоимость где-то 7-10 тысяч долларов. Ну, так, не слабо. Организм охлаждения. Как будто в цех какой-то пришли бы. Да, вот здесь котельная, как бы на все здание работает и плюс мое оборудование. Вот здесь две системы подогрева. Вот можно посмотреть, у нас два поля с подогревом на базе. Вот одно, скажем, ух-ху. Система подогрева одного поля и вот другого. Да, вся очень хорошая техника, оборудование очень качественное. Там, условно, насосы ГРЮМПу стоят. Это самые качественные насосы в мире. Там, у них гарантия 10 лет беспрерывной работы, условно. А, да, вы что? Да, тоже система полностью автоматическая, система управления. Все выключено, потому что у меня температура регулирования плюс 13 градусов. Это на глубине 10 сантиметров стоят датчики, температурные датчики. И если температура падает ниже, чем 13 градусов, система подогрева включается и нагревает. Да, на ту температуру, которую я задам. Я могу там включить всю, увидеть весь черчеж, задать температуры. То есть мы видим, что температура почвы сейчас 14 градусов. Также там у меня система управления поливом. Ну, туда я редко хожу, потому что я могу включать и выключать полив с телефона. Да, также я могу с телефона и управлять подогревом футбольного поля. Тоже заходить и все полностью смотреть с телефона. Ну, здорово, здорово. Ну, в принципе, вы нам все показали и все рассказали. Да, конечно. Все, спасибо вам большое. Ну что, друзья, подарочки ждут вас. А вот к этому выпуску мы сразу будем дарить два подарка. Одну футболку и один подписанный мяч. Все, что нужно сделать, это сделать лучший комплимент футбольному клубу. Ну, Кайрат, здесь в комментариях тот, у кого лучше всех получится. Возможно, кто-то, кто больше всех лайков там наберет в комменте, получит вот эти подарки. Ну, соответственно, два победителя у нас будет. Сразу скажу, одному достанется футболку, второму достанется мяч. Так, Дакей, здесь мы уже пришли в раздевалку команды. Здесь я вижу два бассейна, да? Ну, здесь уже тоже восстановление заканчиваем. Это контрастным бассейном. Теплый бассейн до 42 градусов. И холодный бассейн. Ну, мы делаем от 0 до 10 градусов. И воду, да, по-моему, меняете каждый день? Потому что там воды нет. Воду меняем каждый день. И плюс здесь теплая вода, она греется с помощью тенов. Вот именно, кстати, тены – это самая порчащая тема здесь. Поэтому тенов меняем каждый месяц. А сколько стоит один тен, допустим? Один тен, ну, примерно 250 тысяч. А, 250 тысяч тенге. А тут таких восемь. И вы все восемь меняете, да? Почти так. Ну, ладно. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Спасибо большое, спасибо, что показали, что рассказали. Рад был всегда. Я еще знаю, Даке – настоящий профессионал своего родила. На самом деле, если вы видели в официальном аккаунте инстаграм футбольного клуба «Кайрат», сделали репост. Шавкат Рахмонов приходил сюда, да? Тоже интересен. Он приходит к Даке, чтобы брать консультацию, что-то там залечивать. Ну, сейчас лечением занимаемся. Дай бог, его тоже вылечили. Все, все спортсмены здесь. Ну, Шавкат Рахмонову надо подлечить. Это же та наша страна представляет на UFC MVD. Спасибо вам. Спасибо. Евгений, спасибо большое. Евгений, говорю, это опять для видео, а так Жека, брат, спасибо большое, что пришел, поговорил, поделился цифрами. Я надеюсь, они будут очень полезны. Друзья, в этом выпуске мы постарались вам показать практически все затраты, которые уходят на содержание одной только базы футбольного клуба «Кайрат», который является одной из лучших на постсоветском пространстве. Плюс немножко поговорили об академиях. Конечно, я думаю, вы понимаете, что все это возможно только благодаря частному инвестированию. Есть ли люди в Казахстане, которые готовы вкладывать свои личные деньги в таких масштабах, в таком объеме для развития казахстанского футбола? За всю историю независимости я знаю только одного такого человека. И, в принципе, вы его тоже прекрасно знаете. Поэтому завершить этот выпуск я бы хотел словами благодарности. Спасибо за то, что вкладываете в развитие футбола в Казахстане. «Кайрат Савитович Баранбайф». Спасибо.